Что-то тут командует Антон Валерий. Сейчас посмотрим, на чем она становится. Нет, уже не командует. Я привык снизу начинать всегда. Так, значит, ага, вот кто у нас самый активный. Значит, к сожалению, не удалось посмотреть два ваших последних вебинара. Была в отъезде. Вернулась домой. Сразу началась работа в саду. Садовым варом обрабатывала деревья, боясь попадания грибков. А вчера увидел в ваш вебинаре, что вар на коре дерева губит их. Что мне теперь делать? Он смазал средства вишни, привитых почками. Саженцы были покупные. Если вы, это самое, давайте так. Вары бывают разные. Например, я пользуюсь варом Богорковым. Он хорош, плохой в такую погоду. Ну, достаточно холодная. В жару он раскисает. Там надо что-то другое. Но к этому времени я уже просто не мажу. Я к нему привык. А, допустим, Чернобаев, он, когда делал прививки, купил какой-то вар, я до сих пор не знаю какой, пару лет назад, и погубил все прививки. Считает, что это из-за вара. Поэтому для начала будем надеяться, что ваш вар не губит. Кто-то их схалтурил, кто-то сделал из чего-то ядовитого. Ладно. Это как для Чернобаева. Будем считать, что вар нормальный. Но в принципе, варом обрабатываются только раны. Это может быть горизонтальный срез на прививки, когда, да еще там щель есть обязательно. Когда расщепление идет, вставляется один-два чернка, и еще, то есть вся поверхность, именно раны поверхности. Если вы делали рану на кольцо, а вы мне не верите, что их нельзя делать, не оставляете пенючки, а, допустим, делаете рану. Я, в принципе, в целом рассказываю, как дело обстоит. Вот. Значит, если все-таки сделали рану на кольцо, не верите мне, что их нельзя делать, замазывайте их так. Именно раны. Вот. Трещины. Трещины бывают естественно и искусственно. Преестественные трещины, они зарастают сами. Ну, я показывал не раз. Теперь попробуем посмотреть на ваши фотографии. Это то, что я говорю в общем, так и целом. Давайте смотреть. Значит, так. Так, если вы вот это замазали, да? Откуда она взялась-то, эта рана? Ну-ка, сейчас. Садом Вар обработала деревья. Ну, что значит обработала Садом Вар? Ну, тут что было, рано, не рано, мне трудно понять. Ну, по крайней мере, это не смертельно. Дело в том, что я говорил, что как они губили многие. Вот, допустим, прививка, она не всегда многие считают как. Если бы ей дать возможность подольше сидеть на подвое, она бы, может, и выросла, выжила и пошла в рост. А якобы она высыхает быстрее, чем отсюда питательные вещества. Поэтому придумали, ну, я бутылку, а кто-то замазать или парафином, или варом, целиком. Вот тут она точно погибнет. Вот это еще не смертельное. Пока я вижу то, что вижу. Не знаю, откуда рана-то взялась. Но если это рано, то правильно замазали. Идем дальше. Вот это что такое? Так. Смотрим в начале хурма. Деревце молодое. Только сейчас вступает в плодобношение. Ветки отгибало чуть к низу. То есть приучало в будущее урожаев. Зря бы это делали. Вот. Чтобы не обламывались по тяжести. Вы еще дождитесь этих плодов по тяжести? Больше так не делайте. В основании всех веток есть вот такой древесный нарост. Похожий на трухлявую кору. Вот это, наверное. В основании. Так. Может это особенность хурмы. Не знаю. Дерево само по себе здоровое. Грибками не болеет. Я пересарховался от насекомых. Чтобы они не решили там откладывать яйца. Да вам что жалко что ли. Пусть откладывают. Я замазал аваром. Наверное погубило вторую скелетную ветку. Сейчас посмотрим. Ох. Я дочитаю. Дерево. Рано или поздно подопряет край. Ветка отвалится. Но рано будет смелиться. Зараз для всего дерева. Что вы думаете? Большое спасибо. Давайте смотреть как вы обработали. Так. Что-то она не открывается сейчас. Ага. Значит. Да. Вот это вот. Сейчас под ней начнется гниение. Вот тут еще вопрос. В таких случаях дерево заживает само. Отгибать не надо было вообще в принципе. Возможно и этого бы не было. Вы начали гнуть. А в таких случаях. Помните я рассказывал. Когда вот. Ну вот как. Пальцы буквой В сделаете. Что означает победу. Да. Вот когда деревья так растут. Вот может видно меня. Я то себя не вижу. Вот. А может и вы не видите. Вот здесь вот. В самом низу вот этой вот вилки. Начинает. Это самое слабое место. И вот такое место сделали вы сами. Если это правда вы отогнули. Так. Затем замазывали. Теперь действительно счет гнить. Я бы на вашем месте сейчас взял бы растворитель. И убрал бы все это. Потому что вы сделали гненник. Вот. Ну намажьте себе где-нибудь между пальцами. Подмышкой. Это капитально намажьте. Посмотрите что получится. То есть здесь вы сделали ошибку. Я считаю. Вот. Такие раны. Вот такие вот. Вот сейчас еще раз. Ну-ка. Вот. Вот такие вот. Если не гнуть ветку. Ничего не делать. Они как правило заживают сами. Если уже не заживают. А действительно это. Это. Ну такая судьба. А то яйца откладывают. Ну пусть себе откладывают. Я вообще к деревне не подхожу. Откладывайте. Откладывайте. Потом подхожу. Только когда уже надо выражать собирать. Вот. Ну вот. Тут коротко я вам объяснил. Как мог так объяснил. Еще один вопрос. Может быть так. Чтобы 100 саженцев не переживаются за того. Что красные морови. Рядом с корневой системой строят моровени. Погибло уже 2 саженца. Были зеленые. Потом усохли. Решила проверить корни. Видела там моровинные яйца. Как с этим бороться. Вот. Ну смотрите. Написал моровьи ни при чем. Но вероятность того что моровьи 1%. Дело в том что. Видите как. Моровьи. Я отвечаю. Сказать. Не кая в конкретном случае. Там может быть. Бывает. Есть такое понятие. Как. Совмещение. Каких то факторов. Как бы. Вот все свалилось в одну кучу. И дерево погибло. Я вам объясняю. Моровьи. Они настолько разумны. Это фабрики. Заводы. Вот. Это жилища. Которые. Это самое. Гениально построены. Просто. Мы не способны такие строить. Вообще не способны. А. Дерево. Для них. Является домом. Вот. У меня. Пока. Не погибло. Вот. Там. Буквально. Муравьи. Ах. Даже. Некоторая часть. Что удивительно. Они. Даже. Часть. Погребали. Под муравейником. Оказывается. Какая-то. Часть. Это. Я показывал. Таких. Фотографий. Много. Часть. Крон. Ой. Штамба. И ничего. И у меня еще. Ни одно дерево не погибло. Я думаю. Я стою. Муравьев. Да. Это. Особый класс. Да. Он не подчиняется. Этим самым. Теориям Дарвина. Вообще. Потому что. Сложность такая. Что. Мы. Последием с ними. Это. Так. Настолько. Примитивны. Мы. Как. Это. Общество. А. Не общие мы. Мы. Настолько. Примитивны. Мы. Настолько. Наш общество. Больно. Оно. Склонно. К уничтожению. Самого себя. И соседей. И всех прочих. К примеру. В море. И. То. Что. Я. Говорил. Что. Если. Трусы. Мужики. Не снимут. То. Мы. Прекратим. Свою. Соседание. Дойдет. Потом. Уже. Может быть. Будет. Поздно. А. Я. Не шучу. Насчет. Трусов. Это. Не шутки. Это. Страшно. Это. Просто. Мы. В таком мире. Живем. Там. Предатели. Они. Или. Они. Тупые. Еще. Нет. Они. Любознательные. Еще. И. Плевать на вас хотели. Вот. Поэтому. У нас. Такая медицина. Такое образование. Такая наука. Теперь. Значит. Муравей. Никогда. Не станет. Уничтожать. Жилищик. Под которым. Он. Живет. Потому. Что. Оно. Его. Он. Как бы. Он. Нашел. Себе. Возможность. Выжить. Семья. И. Уничтожать. Его. Не будет. Потому. Как только погибнет дерево. Погибает муравейник. Мы не замечали. Как муравейники. Строят муравейники. В бутылках. Под. Под. Листом. Железа. Под. Этим. Самым. Под. Доской. Под. Какой-то. Плитой. Под. Бывает. Ведро стояло. Пару лет. Вверх. Ногами. Ну. То есть. Это. В днищем. Вверху. Вот. Берешь его. Взял. Сдуру. Раз. А потом. Ой. Они уже все. Муравейник уже больше тут жить не будет. Уже спасать яйца. Полностью вот эти 10 литров. А там полностью муравейник. Вот им хорошо-то. Мечт. Это как мы. Одни строят дома. Другие готовы покупают. Такие они. Не могут муравьи уничтожать свое эту. Вот. Так что Александр Смотритель прав. 200%. Вот так вот. Ну что друзья. Все. Больше вопросов нет. Скажем разу вопросов все меньше. Я надеюсь потому что. Я их как бы упреждаю. Да. Эти вопросы. Вот. Или может быть уже это самое. Тут знаете. Сейчас. Секунда. Вот. Раз уж получился короткий вечер вопросов и ответов. Я сейчас тут. Один материальчик покажу. Дело в том что. Нам хана приходит еще и по другой причине. Кроме трусов понятно. Человек который всю жизнь проходил в трусах. Он уже не родит Геракла. Никогда. В лучшем случае это планктон. Это как-то офисный. Который может с трудом родить ребенка. И то если сосед не помог. К этому все идет. Да. Уже пришли. Сейчас я вам покажу. Одну статью. Вот. Никто не замечает. Ладно. Деревни тысячи пустуют. Все зарастает. Землю не дают. Вот. Наверху сидят только предатели. Как еще приельцы не вдруг дали. Но они тут же эту идею похоронили. Негласным запретом. Кто-то успел стать фирменом. Большинство разорилось. Законов не было. Зато был рэкет. Знаете. Ну я уже разговаривался. Да. Проходили мы пять гектаров. Сад. Вот. Тысяча шестьсот пятьдесят деревьев только по гнездам. Ну плюс еще питомники. Еще. Плюс опытный садик небольшой. Да. Вот. После завода. Это. Пять заканчивается рабочий день. Вот. В семь. Через Енисей. На это. На байдарке. И вот. Или на лодке резиновой. Мы уже в семь часов вечера начинаем работу на острове. Заканчиваем в одиннадцать. Двенадцать дома спать. Шесть подъем. И так много лет. И вдруг подходит мужик. Парень. Ну молодой парень. Меня это самое. Орденоносца. И прочее. 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 Ну работягу будем говорить. Вот. Инженера. Похлопал по плачу. И говорит. Это я правду говорю. У нас тут заседание состоялось. Ну рекитеру. Решили. Вас трогать не будем. Дань брать не будем. Вы работяги. Похлопал меня по плечу. И пошел. Вот так вот. Вот такая вот действительность. А чем кончилось все? Смотрите. А чем кончилось все? Вот это вот. Брошено эти. Но теперь уже и с дачами. Страшная картина. Больше садоводства никому не нужно. Да. Одно из тысяч. 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 Публикаций на эту тему. Все что остается от дач. Это страшно. У нас такое есть. Только фундаменты. От целого дачного этого. В общем я к чему говорю. Вот. Сейчас. Значит. Пока. Есть такое понятие. Самое дно. Одна может оттолкнуться и выплыть. Вот. Дна еще не наступила. Наверное у нас по всей даче пропала. А беда заключается в том. Что. Люди ничего вырастить не могут. Поэтому. Все та же просьба к вам на прощание. Не на прощание. На сегодня. Та же просьба. Пожалуйста. Я вас. Прошу. Рассылайте эти самые. Вот эти же самые вебинары. Просьба их рассылать. Вот. Ну и чтобы мне еще. Чуть-чуть помочь. Сейчас назад верну. Я прошу чуть-чуть помочь. Чего-то надо. Ну я не представляю. У меня. Разные виды помощи. Приходилось. Помогал. Может быть пришла пора и мне помочь. Вот. Я обращаюсь к ней пока неизвестному мне Новосибирцу. Никому конкретно. Вот. Этот телефон. Вот это Дарья. Чтоб я узнать. Вот я даже. Я хоть я сам купил билеты. Сам лично купил. Вот. Я не догадался номер вагона посмотреть. А теперь я не могу. Потому что она догадается. Вот. Меня оно и такое устроит. Это такой человек. Ради таких-то мы и должны жить. Ради настоящих людей. Как Ирина Васильевна. Вот. Сколько внуков взяла на свое плечи. Которые были никому не нужны. Внуков условно. Понятие. Двоюродные. Троюродные. Вот. Так что пожалуйста помогайте. Кто сможет. До свидания друзья. Спокойной ночи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...